соединилась к нашему эфиру. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Валентина, вы знаете, я вчера пыталась как-то первые полчаса нашего эфира говорить о проблемах, с которыми сталкиваются сейчас мигранты, да и не только мигранты, а просто люди, которые не очень похожи на славян. И получила вам, скажу, просто столько агрессии и негатива в свой адрес, что поняла, что на самом деле эта проблема еще бы, наверное, более остро стоит, чем я ее себе представляла. Вы можете, пожалуйста, рассказать нам вообще, с какими, ну, наверное, после этого чудовищного теракта, да, наверное, давайте вот как-то мы определим промежуток времени, с чем сталкиваются сейчас выходцы из Центральной Азии, если они находятся внутри России? Не только из Центральной Азии. У меня полно калмыков, у меня полно аварцев, у меня полно армян, азербайджанцев. Так что это абсолютно не связано с местом рождения, это связано не с гражданством, это связано с отсутствием светлых волос и голубых глаз. Сталкиваются с тем же самым, с чем сталкивались и до теракта, но просто сейчас это увеличилось, количество задержаний незаконных увеличилось примерно в 10-12 раз, количество физического насилия со стороны полиции увеличилось примерно в 30 раз, количество незаконных выдворений увеличилось примерно 25-30 раз, количество фальсификаций несуществующих нарушений со стороны мигранта увеличилось примерно 8-9 раз. Только вот сейчас на связи я нахожусь с ребятами, гражданами Узбекистана, которые работали в Балашке, работали законно, жили в общежитии по адресу регистрации. 27 марта, то есть вы понимаете, да, свыше 3 суток назад, в 5 часов утра, в общежитие ворвались сотрудники Росгвардии и полиции, которые всех избили, положили на полу, а потом доставили в отдел. 78 человек было задержано, и впоследствии 19 из них отпустили. Почему отпустили именно этих 19, не очень понятно, но я предполагаю, что может быть это потому, что они откупились. У людей отбирали все деньги и принуждали их делать перечисления на карту. Я не понимаю, перечисления на карты к неизвестным лицам делали все, а отпустили только 19. В общем, я не понимаю, по какому принципу. Но самое печальное в этой истории, что их избивали ещё в общежитии металлической арматуры. Одному из них выбили глаз, вот просто выбили его, вырвали из орбиты. По второму сломали одну руку в трёх местах. Это и металлическая арматура. Вот это то, с чем они сталкиваются. Вчера вечером у меня была история, гражданка тоже Узбекистана, по национальности таджичка, работала сиделкой у русской бабушки. Работала официально. Есть договор с дочерью этой бабушки. Она вышла в аптеку для этой бабушки купить очередные лекарства. Её задержала полиция, держала несколько часов, она предупредила бабушку. Но бабушка позвонила ей и сказала, вы уж меня извините за анатомическую подробность, что она обкакалась. Вот эта женщина, ей 49 лет. Она захотела срочно прийти на помощь этой бабушке. И она попыталась из отдела полиции убежать, хотя её документы были в отделе полиции. Она там сидела много часов, непонятно зачем. Её схватили за волосы и разбили ей лицо об ручку двери и выбили два зуба за то, что она пыталась убежать из отдела. Хотя она до этого очень отпрашивалась, говорила, что она вернётся, ей нужно только помочь бабушке, потому что вот такая вот ситуация, прийти на помощь бабушке некому. Её выбили два зуба, разбили лицо. Такие сообщения поступают каждый день, они поступают десятками. Абсолютно безобразно ведут себя суды. Они депортируют вообще всех. Чаще всего депортируют без всяких слушаний. Очаровательно было, когда ещё в воскресенье в Нишьянском районном суде города Москвы привезли во двор порядка 280 человек. Судья подошла к окну после нескольких часов их стояния во дворе на холоде, без еды, воды, туалет. Подошла к окну судья и в окно сказала, именем Российской Федерации все депортированы. И закрыла окно. Это всё. И не отдали решений суда ничего. И невозможно обжаловать. Эти люди жили в общежитии по адресу регистрации. Их забрали. Вот точно так же ворвалась разглад и их избили. Много часов их держали в автозаках, потом привезли вот в суд. И там ещё несколько часов стояли. И благословила в окно, как папа римский. Судья их благословила депортацией. Вчера в Питере были массовые рейды, но у людей сразу же отбирали телефон. Не поступило всего 85. Я слышала, что там автобусами чуть ли не в аэропорт вообще сразу везут людей. Была ещё большая акция антимигранта, они это назвали в Санкт-Петербурге, об этом Первый отдел сообщил, о том, что тоже несколько десятков мигрантов из Питера куда-то депортировали. Мне поступило всего 62 сообщения. Сообщение как раз о том, что без посещения суда людей просто набивают в автозаке, держат в этих автозаках много часов, потом везут в полуголы на депортацию. Даже без суда. Да, вот считаю, 4 человека всего лишь из одного района Санкт-Петербурга. Примерно то же самое происходит на границах России с Казахстаном и с Грузией. Людей массово задерживают, избивают и депортируют людей, которые выезжают из России. Ночь с 28 на 29 марта была такая акция в городе Мичуринский Тамбовской области. Сотрудники ГИБДД задерживали на трассе людей. Требовали у них не только документы на автомобиле, но и бумажник. Из бумажника элементарно выгребали все деньги. Ко мне обратилось 4 человека за примерно 5 часов, когда это происходило. Так вот, эти 4 человека стали возмущаться. Кто-то там говорил, что у него нет денег на бензин, он не сможет доехать до Москвы. Кто-то возмущался просто, что его грабят. И на них сфальсифицировали, что они этими деньгами давали якобы взятку полицейскому. Причем на троих сфальсифицировали взятки по 500 рублей, а на одного взятка якобы 4000 рублей. Там были существенно большие суммы. Вот это то, что сейчас происходит. Я бы хотела расставить точки над «и». Нам об этом тоже пишут в чате сейчас о том, что есть некая статистика по совершаемым преступлениям в России. Это вообще потрясающе. Значит, если вы посмотрите на сайт, который ведет Генеральная прокуратура совместно с МВД, он называется CrimeStat.ru, то вы там найдете количество преступлений, совершаемых мигрантами. За прошлый год их было 34 тысячи из миллиона 850 тысяч. Таким образом, по статистике, мигранты совершают в 26 раз меньше преступлений в пересчете на душу населения. Простите, у меня сейчас мою арифметику не самую сильную, но в процентах есть какая-то статистика? Нам просто в чате писали про 2%. Да, 2% они совершают. Если учитывать, что мигранты составляют примерно 8% от населения, находящегося в возрасте, в котором можно привлечь к уголовной ответственности, то, как вы догадываетесь, они прям сильно меньше, чем в России они совершают преступления. Прям сильно меньше. Причем, если вы раскроете эту статистику, сейчас ее на краем стати раскрыть нельзя. Но вообще, если вы посмотрите внимательно отчеты МВД, то около половины этих преступлений это использование заведомо действительных документов. Проще говоря, это фальшивая регистрация. Насельственных преступлений среди этого еще в разы меньше, чем совершают россияне. У мигрантов довольно высокий, сравнимый со россиянами, показатель по количеству изнасилований. Но я достаточно хорошо знаю эту категорию преступлений. Но, во-первых, 90% из них не фиксируются. Во-вторых, из тех, что фиксируются, примерно 70% — это фальсификат. То есть не фиксируют реальные изнасилования, и фиксируют мнимые. Простите за такой вопрос. Мне кажется, может быть, в разрезе вот этой ксенофобии, которая сейчас, естественно, усилилась, не очень этично его задавать. Но, тем не менее, у нас есть в России проблемы с интеграцией мигрантов. С интеграцией детей мигрантов. А интеграция — это что такое? Интеграция — это ассимиляция и превращение в таких же, причём перекрашивание в блондинах? Или, может быть, интеграция — это двусторонний процесс, когда принимающее сообщество принимает людей иной культуры, позволяет им эту культуру сохранить, поддерживает в них эту культуру, обогащает своё общество за счёт другой культуры. В России интеграцией называется изничтожение эрксов. По неизвестной причине это совершенно другое. Интеграция детей мигрантов — выдуманная проблема. Её не существует. Существует проблема отказа в приёме детей мигрантов в школы под предлогом, что у них нет постоянной прописки в России. Но если не принимать людей в школу, то это означает, что они не получат даже школьного образования. Вы понимаете, что это значит? Это означает, что вы растите глупых людей, несоциализированных. Детей мигрантов очень мало, их очень мало. Если вы... Но нету более новой статистики. Последняя статистика по возрасту существует за 2021 год. Так вот, детей до 16 лет, от 0 до 15, из числа мигрантов менее 2%. О чём тут вообще? Тут не о чём говорить. Валентина, скажите, пожалуйста, они уезжают сейчас, те, кто может уехать? Те, кто имеет возможность уехать, да, уезжают. Но им и в выезде препятствуют. Например, два дня назад в аэропорту Зуковский людей, независимо от легальности их положения, не допускали на рейсы, если они не имеют российских загранпоспособностей. Всех. Не допускали на рейсы. Это было бы вообще ужас в аэропорте. Просто ужас. Потому что авиакомпании были в шоке, и пограничники были в шоке. И всех подряд задерживала полиция. Они просто стояли возле стойк регистрации, требовали паспортов, и если человек показывал не российский паспорт, его забирали. Их возили в районный отдел полиции. Тысячи людей не смогли вылететь. Зачем это было сделано, непонятно. Еще два факта по теме. Во-первых, они меня удивили. Это то, что в 1923 году был какой-то рекордно низкий приток мигрантов. Я так понимаю, что это связано с войной. А еще то, что наоборот, максимальное количество таджиков получили российские паспорта. Почему так? И первое, и второе. Значит, первое. На самом деле рекордный итог мигрантов был в 1922 году. В 1923 году был не приток. Это следствие 1922 года. То, что случилось в 1922 году, это принудительная могилизация, которая затронула мигрантов не меньше, чем россиян. Мигрантов ловили на улицах, в домах, в магазинах, в метро. Их избивали и принуждали подписывать контракты. При оформлении любых миграционных статусов им на подпись под столб или не позволяя читать эти контракты. То есть всех максимально пытались запихать в российскую армию. Это в каком? Это в 22-м году? Это с 24 сентября по 18 октября 22-го года происходило. А когда мобилизация была? После этого мигранты, естественно, стали уезжать массово и просто новые не стали приезжать. Это как бы пояснение к вашему первому факту. Пояснение ко второму факту. Оно очень грустное для меня. К сожалению, в Таджикистане в бесплатном доступе находится российское телевидение. И практически нет доступности интернета. Два этих фактора делают граждан Таджикистана предельно уязвимыми к российской пропаганде. Они просто не видят никаких альтернатив. Они думают, что не существует никаких стран, кроме Таджикистана и России. Он не понимает, что в Таджикистане они не заработают достаточно, чтобы содержать свою семью, и они едут в Россию. Это происходит, как только люди заканчивают школы, как только исполняются 18 лет, они моментально выезжают. И поскольку они видят российское телевидение и не видят альтернативных источников информации, они не в курсе того, что им светит в России. И даже когда они приезжают в Россию и видят это живьём, они продолжают смотреть российскую пропаганду, и пропаганда затемняет для них реальность. И они, идиоты, получают российское гражданство. Знаете зачем? Опросите 100 таджиков. 99 ответят, что для того, чтобы не платить за патент. В этой стране ещё и не сформировано сознание налогоплательщика. Если граждане Узбекистана говорят, что мы платим патент, но это же хорошо, потому что мы налогов платим меньше, чем россияне, а это объективно так, на 5,5% меньше. А можете пояснить, что такое этот патент? Патент — это авансовые платежи по налогу на доход физических лиц, которые уплачиваются независимо от того, получает человек доход или не получает. В Москве они составляют 7,5 тысяч рублей, в каких-то регионах они составляют, в Питере — 4,700, в Твери — 8,5, в Владивостоке, по-моему, уже 19. То есть это по разным регионам разные ставки авансового платежа по НДФЛ. Если мигрант не оплачивает этот патент, то он, во-первых, не имеет права работать, во-вторых, он не имеет возможности продлить своё пребывание, срегистрировать. Но узбеки понимают, что такое патент, и что они оплачивают налог. Таджики не понимают, что такое патент, они не знают, что российские работодатели тоже платят налог, они не понимают, что если у них не будет патента, то работодатель с их дохода заберёт этот налог. То есть этого осознания нет. Валентина, а как? Я просто, честно говоря, вы когда рассказываете, что Росгвардия, понятно, врывается, избивает людей, забирает у них деньги, но это просто понятно, что они совершают преступления, грабёж, нападения на людей и так далее. Суды, вы тоже рассказали очень примечательную историю, а кто им может помочь, что можно сделать? Побочим реально могут россияне, если они сверкнут в свой фашистский режим. Если россияне этого не сделают, то единственный способ это проголосовать ногами и просто не ездить в Россию. Но больших альтернатив у мигрантов из стран Центральной Азии, к сожалению, нет. Потому что с Россией безвизовый режим. И пока ещё экономика в существенно лучшем состоянии, чем экономика в их родных странах. как альтернатива это Казахстан. Коррупции там не меньше, насилия там в разы меньше. Казахстан такая лайт-версия России, но коррупция дикая. Но там довольно сложный процесс оформления документов, и он более дорогой, и взятки тоже на каждом шагу. Но не пьют. Можно ездить в Турцию. Турция практически для всех стран Центральной Азии безвизовая. Но там неофициально работать практически невозможно. А при официальной работе ты должен потратить полгода на то, чтобы оформить документы. можно ездить в Арабские Эмираты. Но там фактически официальное рабство. То есть это единственная страна, которая хуже России в плане миграции. Она прям хуже реально. И люди выбирают из множества зол меньше. Если им откроются другие рынки труда, никого из них в России не будет. Вы говорите про коррупцию. Я бы хотела тоже на этом заострить внимание. Можете рассказать про схему, как происходит вот эта, не знаю, продажа регистрации, продажа постановления на учет. Наверное, можно и паспортом торговать в таком случае. До 26 октября прошлого года мигранты не имели права самостоятельно вставать на миграционный учет. То есть человек приезжает, он обязан отдать копию паспорта иммиграционной карте арендодателю жилья. А арендодатель жилья обязан его зарегистрировать. Если он его не зарегистрирует, то вообще-то штраф 400 тысяч за каждого не зарегистрирован. Но проблема в том, что российские полицейские не привлекают к ответственности российских арендодателей. Они вместо этого депортируют мигрант. Почему они так делают? Потому что, если российские арендодатели будут ставить всех на миграционный учет, то полицейские не смогут по 7,5 тысяч продавать миграционный учет. То есть регистрацию на адрес, где человек не живет. Но 7,5 тысяч это только начало. Потому что в среднем раз в две недели мигранта проверяют. Оснований для проверки нету. Просто не славянская внешность. Пробивают по базам, видят, что это их адрес, на которые их коллеги продали миграционный учет и угрожая депортацией вымогают так называемые штрафы. До октября прошлого года эти штрафы составляли 5 тысяч рублей. Их, как правило, отдают наличными либо переводят на какие-то загадочные счета, в котором нету никаких реквизитов. Только QR-код. Надо отсканировать своим Сбербанк онлайн или другим банковским приложением этот QR-код. Тогда деньги перейдут до счета загадочные, какие-то фонды ветеран. Либо же, как вот сейчас в Санкт-Петербурге, это очень популярно, заставляют переводить на счета каких-то лиц, имеющих скажем так, неславянские сочетания имена и отчеств и туда заставляют переводить деньги, якобы штрафы. Но я так понимаю, что это просто взятки. Никакого отношения к штрафам это не имеет. А вот с октября, когда изменилось законодательство, ой, вру, с января, когда изменилось законодательство и когда по произволу судьи стало можно штрафовать до 50 тысяч рублей, средний размер вымогаемых взяток увеличился до 30 тысяч рублей, то есть вместо 5 тысяч рублей требуют 30 тысяч рублей, иногда 20, иногда 50, но чаще 30. И представьте себе, вы идете с работы, вас задерживает в метро сотрудник валиции, вас приводят в отдел, где либо вас помещают в камеру 6 квадратных метров, где уже находится 30 человек, и вы там 31, либо как вариант вы не вмещаетесь в эту камеру, вас ставят во двор отдела полиции, и вы там стоите 16, 18, 20, 40 часов, вы там просто стоите, вас отобрали телефон, вам не дают есть, пить, ходить в туалет, люди готовы откупиться любыми деньгами от этих пыток, даже особо и бить не надо, просто подержать в таких условиях, и человек готов расстаться с любой суммой. Я заметила, уже не первый раз мы упоминаем о нашем разговоре с Санкт-Петербург, это какое-то особое место на карте в плане миграционной политики? Ну, наверное, не в плане миграционной политики, а в плане правоохранительной деятельности. Во-первых, сотрудники полиции там немножко лучше знают закон, чем в Москве. Ну, не сказать, что сильным, но немножко лучше. Поэтому они быстрее запугиваются, скажем так, когда на них начинаешь давить, они быстрее отпускают людей. Но, с другой стороны, там коррупционность просто осветительная и склонность к произволу просто ослепительная. И в отличие от других управлений собственной безопасности, питерское управление собственной безопасности, ГУВД, вместо того, чтобы выявлять и преследовать тех, кто берет взятки, они говорят пишите заявление, через месяц ответим. В других регионах, как правило, управление собственной безопасности, очень радостно кидаются на такие кейсы. Я вам раскрою секрет, почему. Потому, что они, когда приезжают на выявленный случай, они взяток берут сильно больше. До миллиона с отделами берут взятки, за каждый выявленный случай коррупции. Просто с отдела. А вот в Питере, я не знаю, как это организовано. Возможно, они там заранее берут авансовые платежи, чтобы не трогали. Валентина, мы уже, у нас время подходит к концу, вынуждены заканчивать с вами разговоры. Единственное, я бы, конечно, хотела сказать, тут очень много сообщений среди, честно говоря, адских, ксенофобских сообщений, просто чудовищных в нашем чате. Люди пишут, можно ли как-то помочь пострадавшим, в том числе пишут про этого человека, которому выбили глаз и так далее. Я не знаю, есть ли какие-то способы помочь этим людям. Если есть, скажите, пожалуйста. Заставить оплатить учеб, я думаю, что очень маловероятно. И скорая помощь под нашим давлением оказана. чем еще помочь? Подавать жалобы, если вы видите, что людей незаконно арестовывают, давать жалобы на 102, требовать принять сообщение о преступлении, есть такое преступление, незаконное задержание. Если вы видите какое-то насилие, подавайте жалобу о превышении служебных полномочий с использованием насилия. Если вы видите, что скорая помощь отказывает человеку в медицинской помощи, он явно в ней нуждается, жалуйтесь на 103 и на 102 о неоказании помощи стороны скорой. Это точно реально можно сделать. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Валентина. Правозащитница Валентина Чупик была в утреннем эфире. Еще бесплатный юрист для мигрантов. Вот это главное вообще-то. Правозащитниками часто называют себя всякие аферисты. Да, согласна. Но мы в эфир аферистов не зовем. Хорошо, бесплатный юрист для мигрантов и правозащитница. Валентина Чупик, спасибо за то, что вы делаете и спасибо, что вышли к нам. До свидания. До свидания.